МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Добрый вечер! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Кто будет судить сегодня игру? Судья. Судья, имя, фамилия, пожалуйста, представьтесь. Башенко Лекович. Отлично. И просьба, показывайте жесты, чтобы было понятно нашим болельщикам на трибунах. Они сегодня немногочисленные. Гол, удаление, сколько минут жесты простые, мы их все знаем. Ну, нашим болельщикам необходимо и телезрителям. В Ютубе вы увидите видеосъемку нашей игры сегодняшней. Всем будет интересно. И хочу вам представить Илья Андреевич Мирьян. Добрый вечер, Илья Андреевич. Здравствуйте. Рады вас видеть. Сегодня дождь, прохладно, но вы с нами. Как всегда, это очень приятно. Я вас сегодня пригласил лично, чтобы вас увидели наши спортсмены, хоккеисты. Ну и, может, кто-то с вами не знаком. Поэтому очень важно, чтобы помнили заслуги советского спорта, хоккея, Винницы и футбола. Так же, Илья Андреевич? Об этом мало говорят. Даже в интернете сейчас не найдешь. Об этом даже, да. Ну, знаю, только это все со временем почему-то теряется. Ну, покажите, что вы принесли сразу. Покажите, пожалуйста. Мы впервые в 79-м году поехали на республиканские соревнования в Северодонецк. Ну и выиграли. Стали чемпионами, впервые стали чемпионами Украины по клубу «Золотая шайба». Мы летом играем в «Кожаный мяч», клуб «Кожаный мяч», это ЦК «Комсомола» курировал. А летом «Золотую шайбу», вот такая. Это команда Винницы юночной. Да, Винницкая юночная. Средняя. Приветствую вас. Приветствую. 79-й год. Приветствуем наших хоккеистов. Приветствую. Здорово. Наших звезд, можно сказать, фоккеистов хоккея. Да. В Ютубе видео все. И вот 84-й год тоже чемпионы. То было 79-й год, то было 79-й. То было 79-й, это 84-й год. Да. Я об этом много слышал, но не видел. Вот наконец-то я это вижу. ЦК ВЛКСМ Украины. Да. Это единственный комсомол. Да. Это не правда. Да. И вот первое место тоже чемпионы, собственно говоря. Одна из этих медалей тоже самая. Отлично. Да. А когда ей не сказали самое главное, кто был тренером? Тренером был я, тренировал врач Мильян Илья Андреевич. Вот. Значит, там два сына моих тоже играли, собственно говоря. Я ради них, чтобы их не воспитывала улица, мы занимались полезным, хорошим делом. Занималась патриотическим воспитанием молодежи и прививали спортивные навыки. Вот. Они забывают, встречают, иногда приглашают на товарищеские турниры. В честь нас делают игры спортивные. Пожилые уже ребята, которые уже имеют своих детей, выросли. Вот. И вручают, конечно, призы и все спирное. Вот. Медали. Самое главное, сказал Вадим Соколупаев. Ну, не рыць на вас. Знаете, какие ли, Андрей? Какие? И человек от Бога. Это в крови у вас. Откуда это? Вы могли завести, пацанов, организовать. Я сам помню, когда я в футбол 9-й ЖЭК пришел к вам. И мы с вами, с вашей командой 9-го ЖЭКа, участвовали в Коинство Дорого по футболу. Да. Это был 83-84 год. Нам, пацанам, было по 15 лет. Потом, смотрите. Потом, гляндуйте. Сейчас. Потом сможете, надо вас увидеть. И услышать. Ну, можно услышать и увидеть. Мы повладели, когда вас не берут. Да. Мне уже за 80 завалило. Мне уже за 82 года. Благодаря спортивной закалке. Вы как считаете, я не одновыграю. И ваши спортивные усилия, как всегда, вас окрашают. Ну, я их всегда носил, ношу и буду носить. Это флотская еще привычка. Спасибо. 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 Спасибо.